Ребята, привет! Вы меня часто спрашиваете о том, зачем я записываю эти видео. Многие из вас просто уверены в том, что я не смогу никогда ничего никому доказать. Попробую ее объяснить. Слово – это оружие. Находясь в России за своей гражданской позицией, которая идет вразрез с мнением власти, я была трижды осуждена за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Говорить я после этого не перестала, но мне пришлось уехать из моей страны вместе с моей семьей. Сейчас я нахожусь в относительной безопасности, поэтому говорю не только от себя, но и от всех тех, кто сейчас находится в России и не может в открытую поддерживать Украину. Я буду говорить за нас всех. За тех, кто уехал и молчит, и за тех, кто остался и не может говорить. Тем, кто отслеживает политическую повестку в России, не надо рассказывать, что за любое сказанное слово, которое не соответствует повестке Первого Федерального канала, сейчас можно попасть в тюрьму, быть признанным иностранным агентом, стать предателем Родины и попросту лишиться своего будущего в этой стране. В России слишком мало оказалось тех, кто не поддержал Путина во вторжении моей страны на территорию Украины. Именно поэтому те единицы, которые остались в России, сейчас или сидят в тюрьме, или замолчали, понимая, что у войны в России колоссальная поддержка. Увы, Путин это запрос населения, он коллективный, и это целый режим, а не один пляшивый дед. Сейчас в России уже невозможно в открытую высказать свою позицию. Россияне обезумели, сошли с ума, в безумном экстазе своего величия пишут доносы на всех тех, чьё мнение им кажется хоть как-то поддерживает украинцев. Я не знаю, смогу я достучаться или нет хоть до одного человека, изменить его мнение, перетащить на свою сторону, но я буду это делать, потому что слово это единственное оружие, которым я обладаю. Я буду продолжать участвовать в митингах в поддержку Украины, буду продолжать помогать украинцам проводить различные акции, буду помогать собирать деньги на покупку необходимых вещей ребятам из ССУ. В моем окружении есть те, кто сейчас воюет на стороне ВСУ. Их паспорт так же, как и мой, красного цвета, с уродливой двуглавой птицей на обложке. Просто знайте, что нам это не помешало остаться людьми. Делай, что можешь и будь, что будет. Продолжение следует...